Под крышей дома твоего. Эти слова и знаменитые песни теперь как никогда актуальны для жителей Титова-3. В доме в чердачном помещении вот уже несколько недель местная молодежь устраивает шумные гулянки. Веселые посиделки с алкоголем плавно перетекают в ночную дискотеку. Жители дома и рады бы новым соседям, да только не таким. В некоторых семьях воспитываются маленькие дети, а шум, который доносится с чердака, перебивает сон даже взрослому. И это не все. Поначалу незваные гости собирались в этом коридоре на первом этаже. Здесь они грелись, распивали спиртные напитки и оставляли соответствующие надписи. Но когда жители дома стали прогонять молодежь, они сразу же обребывали самый верхний этаж в доме, то есть чердак. Здесь-то мы их выгоняем, они туда залезли, да и все, мы этих не видим. Время, ночь, люди спят. Это же все слышно, как они там бегают и музыка играет. Там столик у них все, стаканчики, пепельницы. Опустошенная бутылка водки, пластиковые стаканы и разбросанные окурки – это все, что осталось после бурного отдыха молодых людей. Последний раз на чердаке дома их видели в минувшие выходные. Предположительно, по словам жильцов, это группа подростков от 16 до 18. Роман Гришин – один из тех, кто нарушителей порядка запомнил в лицо. Его квартира расположена рядом с лестницей, ведущая на чердак. Видно, что молодежь, один из них кое-как прям стоял на ногах, думал, с лестницы упадет, стоял, закрывался. У меня в квартире их не слышно. Их слышно именно, когда вот они вот подходят уже сюда, то есть когда они спускались вниз. Тут, потому что тоже они стояли, тоже там кто-то кому-то что-то доказывал. Видимо, очень хорошая тема была для обсуждения у них. Это отнюдь не единственный случай. После одного из них жители дома самостоятельно заблокировали выход на крышу. Укрепили люк, повесили замок. Правда, не рабочие для видимости. Думали, это отстановит молодых людей. Но незваные гости снова оказались на чердаке и устроили там очередное застолье. Это же на чердаке они и пожар могут устроить. Там же все деревянные перегородки, все. Да что может сделать молодежь, если они сейчас безбашенные? Все могут сделать. Чаще всего романтические посиделки под крышей дома главные герои устраивают ночью. Поэтому подниматься на чередачное помещение жильцы, конечно же, не рискуют. Говорят, опасно. Неизвестно, что у подростков на уме. Но проблема, кажется, близка к решению. Полицейские пообещали регулярные рейсы, и управляющая компания уже в ближайшее время люк закроет на замок.